Потому что классическое решение плоскость газона на плоскости газона по периметру туи Знаменитое слово, которое любят использовать ландшафтники, затуячить Это, наверное, можно вырезать или в бэкстейдж Да, это так называется Здравствуйте, приветствую вас на канале Европлант Лайф Сегодня мы в гостях в саду, который проектировал ландшафтный дизайнер и дендролог Виктор Тропченко Здравствуй, Витярки Здравствуй, Андрей Здравствуйте, уважаемые зрители Этот сад строился с 2017 года по 2019 Но он до сих пор находится в работе с небольшими подсадками, с небольшими изменениями Ну, как и любой сад, он, в принципе, пристроит из себя живой организм Я могу сказать, что я здесь в последний раз был весной 2019 года За садом ухаживают сами его владельцы И делают, на мой взгляд, это блестяще Вносят какие-то изменения, которые иногда даже для меня оказываются интересными открытиями Но основная структура того, что мы сделали в 2017 году, она, в принципе, сохранилась Вот Здесь было сделано мощение из плит песчаника и плитки Подпорные стенки из песчаника И та самая Холм соснами Банкса, который я люблю везде показывать Но который сейчас за нашей спиной Ну, видите, я так понимаю, что для наших зрителей в этом сюжете будет самым интересным Посмотреть, как, что происходит с ландшафтным садом спустя годы Да Скажем так, прошло несколько лет Четыре года Да Времена были разные, сложные, пандемийные И для людей Уход, я так понимаю, что здесь осуществлялся силами хозяев Да С которыми, вот как тебе очень повезло А это самое важное Когда вот состоялся этот тендем Ландшафтный дизайнер плюс хозяин Которому не только все нравится Но и он готов вкладывать свои усилия И сейчас мы посмотрим на твой ландшафтный профессиональный взгляд Собственно, что случилось с теми растениями, которые были посажены Как они себя чувствуют Не пора ли здесь вообще опять прийти ландшафтному дизайнеру И, может быть, опять провести какую-то большую работу Или просто небольшую коррекцию Скорее небольшую коррекцию Ну, точнее, те части, которые не были сделаны Нужно сделать фактически с нуля А те уголочки, которые сделаны Может быть, где-то что-то отсадить Где-то что-то подрезать Где-то что-то пересадить Потому что, как известно, безуходных садов не бывает Вот И по этой причине, я думаю, что нам надо сейчас просто посмотреть Ну, скажи, Витя, это все-таки, все-таки Это легкоуходный сад? Это вот та концепция, о которой все говорят? Относительно да Но в любом случае уход всегда требуется Потому что растения даже в агроцинозе Даже в искусственной посадке Они все равно набирают какие-то объемы Они все равно конкурируют между собой Они все равно сеются Иногда им условия оказываются Какому-то виду более подходящими Какому-то виду менее подходящими И, соответственно, одни начинают наступать на других Но это стандартная ситуация Особенно быстро это происходит среди многолетников И это, как правило, видно Но вот то, что за нашей спиной Это, в принципе, оставлено нетронутым Здесь яблоня краснолистная По-моему, это роялти Надо просто уточнить Пасконник Флокс Один из отечественных сортов флокса Пасконник, по-моему, резинширм Если я не ошибаюсь Слушай, наращение абсолютно шикарное И мне нравится такая Здесь, мне кажется, немножечко Даже рискованная цветовая гамма Когда бордовая, розовая И такие, ну, собранные Яркие Яркие, яркие Потому что здесь забор сзади Здесь уже угол участка Участок, в принципе, не очень большой Он 10 или 12 соток И, соответственно, вот тот уголок Где мы находимся Собственно говоря, такой основной сад Его размер там что-то типа 12 на 12 метров И была задача сделать так Чтобы из окон дома, из гостиной Не было видно То, что забор близко И, в принципе, это и удалось А здесь, где мы сидим Это площадка, где, в принципе, предполагались Какие-то мероприятия Типа маленьких семейных посиделок Здесь она довольно большая Она вымощенная Поэтому, да, здесь она солнечная, яркая Хотя дерево здесь тоже посажено Для того, чтобы со временем давать легкую тень А главное, чтобы Эта яркость отвлекала от того Что за нами стена И о том, что этот участок маленький И, мне кажется, он не выглядит таким Вот совсем небольшим Даже если мы повернемся Нет, он интересный Мне кажется, что очень интересно Просто сделан рельеф Именно ландшафт Поэтому мы, когда сейчас пройдемся Я думаю, у зрителей будет шанс Оценить именно Вот извилистость и красоту Вот этих вот и перепадов высот И подпорных стенок И всего вот этого А за нашей спиной Вот тот самый холм Подпорная стенка Из теплого Сейчас даже горячего Песчаника На которой можно сидеть Здесь дальше растет Коломинта непета То бишь Душевик котовниковый Который здесь активно сеется В щелях мощения И по границе подпорной стенки И очень хорошо добавляет Вот эти вот природности Выше там растет шалфей Справа от Андрея Котовник Слева от меня Флокс Блю Пэрадайз И так далее В общем, идея в том Чтобы здесь была Какая-то постоянная декоративность Там как раз Ярко-красный Гелениум Название сорта Мне надо уточнить Далее идет Вейник Карл Форстер Который, в принципе, остается На зиму стоящим Его не обрезают Он прекрасно сочетается Это сухая солома С зеленью сосен Это вообще очень эффектное сочетание Там был золотарник Морщинистый Файрвокс Фейерверк Который сейчас оттуда убрали Ну, как раз Заказчики решили убрать Потому что он слишком большой стал Но потом его вернут Частично туда То есть всегда Надо понимать Что сад Это живое существо И Многие дизайнеры, кстати Обижаются Когда заказчики креативят сами Но этого, на мой взгляд Исключить нельзя Это нужно Нужно признать их право Делать в своем саду То, что они считают нужным Безусловно Другое дело Что мне всегда везет И всегда мы это обсуждаем То есть я не могу сказать Что я приезжаю И вижу, что все переделали На свой вкус Такого у меня не было ни разу Ну и дай бог Чтобы так дальше продолжалось Спасибо Вот ты мне скажи Я вот вижу Что это просто огромная Цветущая гора Просто Наполненная растением Плотно-плотно набитая Здесь не видно уже Ни земли Ни мульчи Ничего За четыре года, конечно То есть за четыре года Вот скажем Это то, что называется Проектная мощность Или это уже Прямо Очень много Хороший вопрос Я думаю, что это можно назвать И проектной мощностью Одновременно С тем, что Назвать этого очень много Потому что В любом случае Любые растения Разрастаются Ты не можешь посадить Вейник Один Ну вот Питудольф рекомендует Сажать Вейник Карл Фостер Плотностью Одна штука на метр Один три Опок Но когда мы сажаем Девяточки Или даже Трехлитровые горшки Конечно Вейник вырастет В 80-100 сантиметров В диаметре У меня такие Собственные вейники есть Но им 10 лет А сажаешь ты растения Из 9-ти сантиметровых горшков Или в лучшем случае Из двухлитровых И это Ну Тростиночки Ты сажаешь очень редко Там Даже если ты засыпаешь мульчу Обязательно прилетают семена И первый год Это все зарастает капитально То есть там действительно Очень много сорняков Очень много прополки 2, 3, 4 До 5 раз в первый год Потом меньше Сейчас здесь да Есть сорняки Есть даже многолетние сорняки Тут даже вырос Кое-где Вырос пырей Кое-где вырос иван-чай Но К счастью нет сныти Это самый злобный сорняк В нашем климате Но при этом Они не доминируют В ландшафте Их можно пройти Выдрать И оставить Здесь начинается Еще вот такой процесс Здесь начинают Сеяться культурные растения В частности Здесь активно Сеялась манжетка Герань И котовник полусидячий Это японский вид котовника Который Какие смешно Благолюбивые Вот он тут активно Сеялся То есть он оказался Не очень долговечным В плане То есть он выпадает Но сеется Возникает И так далее И очень многие растения Так себя начинают вести То есть вот эта Классическая история О том Что мы сажаем сад Ну Это не мебель Расставить в комнате Это все живое Это все растет Даже деревья будут увеличиваться Если вы сажаете Конечно крупномеры За бешеные деньги И стрижете их постоянно Да Вы будете иметь Стабильный размер Во всех остальных ситуациях У вас будет динамика И деревья вырастут Многолетники разрастутся Часть многолетников В течение пяти лет Может даже уйти Насеявшись в новых местах Потому что Многолетники живут Разный срок То есть Не все из них Живут Много Хосты, пионы Они живут 50-70 лет На одном месте Какие-нибудь другие Могут существовать На месте 10-20 лет Потом они либо погибают Либо Начинают Терять декоративность То есть у них Наступает старость Их надо делить И рассаживать Какие-нибудь Как например Тот же Гравилат 3-5 лет Его надо делить И он начинает теряться Перестает свистеть И портиться Вот эти ребята Здесь живут довольно долго Но я не могу сказать Те ли Которые я сажал Или не уже насеявшиеся Котовники точно те Герань точно та Там розанна Седумы Вот зато Например Если Сейчас Мискантус справа Прекрасный куст Прекрасный экземпляр При этом То, что сидит За мискантусом Уже частично Выпало Частично Пересажено То есть Динамика Всегда есть Любые живые существа Всегда находятся В ситуации Межвидовой Внутривидовой Конкуренции Человек Не исключение И соответственно Любое живое существо Эволюционирует Адаптируясь К этой конкуренции Поскольку мы создаем Искусственное сообщество Наша задача Подбирать растения Так Чтобы они Могли В конкурентных условиях Достаточно долго Жить с комфортом Вот с той стороны Который красный цветник Условно розово Вишневый Вот это вполне Пока удается Здесь конечно Видны некоторые Я не побоюсь Этого слова Ошибки Которые я бы Допустил Но это видно Соответственно Одни растения Начинают Доминировать Другие начинают Уходить Но объем Если его не полоть Если его не рассаживать Он сохраняется Потому что Святое место Пусто не бывает И скорее всего На место того Что ослабло Или ушло Посеется Что-то из культурных растений В таком цветнике Нежели То что придет с улицы Но мы в конце концов Всегда можем выбрать Если у нас посеется Душевик Или Манжетка Или я не знаю Или Атрис То мы ее можем оставить А если у нас посеется Условно Марь или Лебеда То мы это уберем Ну это понятно Я так понял Что ландшафтный дизайн Решает в первую очередь Задачу Когда сажают растения То что они В дальнейшем будут Действительно конкурировать Или сожительствовать Чтобы им было Рядом хорошо Даже тогда Когда они Выйдут на эту Проектную мощность Увеличатся И начнут Ну вот Придвигаться К друг другу То есть не просто По цветам По размеру Ну понимание Как они будут жить вместе И иногда я с этим Сталкиваюсь с тем Что во-первых Как мне кажется Один из критериев Когда им проще жить вместе Это схожие размеры Соответственно Схожие условия К требования К увлажнению К освещенности К составу почвенной смеси Наконец Быть осторожным Выбирая растения С ползучим корневищем Эти ребята Всегда готовы Отвоевать любую Соседнюю территорию Иногда это Кстати целесообразно Если ты знаешь Что там не будет Скорее всего Дивального ухода И ты сажаешь То что Является агрессором То лучше пусть будет Агрессором Какая-нибудь Полынь Людовика Чем пырей Потому что Она все равно Красивая Она займет Не одну треть А три четверти Территории Но она все равно Будет создавать Какой-то декоративный Эфир Сочетаясь с другими Растениями Ну вот скажи Видите У нас недавно Была тема такая Проскользнула В нашем ролике И вопрос Очень широко обсуждался Что можно Посадить под сосны Я смотрю Ты вообще Во всех своих садах Очень часто Сажаешь сосны И проблем С тем Что посадить под ними У тебя Как мы Вот здесь прекрасно Уже видим Не появляются А вы посмотрите Что в природе Растет под сосны А как правило Ничего в природе Не растет под сосны Ну как На Карельском перешейке Конечно Где очень тонкие Где северная тайга Вот эти Точнее южная тайга Я оговорился Конечно Где эти бары Зеленомошники Беломошники Где все очень красиво И ярко Да там конечно Очень тонкий питательный слой Очень сухие условия Часто там На глубине 10 сантиметров Гранитная плита Там конечно растут В основном Хили, шайники, брусника И подобные растения Этого сообщества Но если вы посмотрите На то что растет Под соснами Скажем к югу От Петербурга Или там в средней полосе Или в Московской области То вы увидите Что там в общем-то Лесостепи Там растет очень много Что Там очень много Многолетников И здесь сосны Вообще Североамериканские Сосны Банкса Которых я очень люблю За их Необычный Габитус И в общем-то Довольно скромные Размеры То есть Они конечно увеличились По сравнению с тем Что было посажено Но за эти 4 года Сосна обыкновенная Стала бы Я думаю Раза в полтора больше А эти увеличились На максимум на метр Да конечно Конечно Но тем не менее Все равно Корневая система У сосны большая Пьет она много Но при уходе При поливе регулярном То есть В принципе Можно посходить Все что угодно Даже так Здесь Ну в принципе Я знаю Что в обычные дни Это не поливается Поливается То есть Здесь нет автополива Нет Вот так вот А зачем он нужен Слушай Автополив реально Нужен только газону Если правильно Сделан сад То автополив Не нужен Нужен полив Дополнительный Ручной Вот в жару В сухость Вот сейчас Здесь земля Влажная Даже перекопанная Потому что Были недавно дожди Вот сейчас Сегодня 23 Завтра Снова дожди Полив нужен Когда у нас 36 Или там 28 36 2 недели В июле Нет дождей Месяц Нет дождей Тогда да Тогда многие растения Даже которые Давно растут Они начинают вянуть И сохнуть Я то же самое Видел в лесах Но если они Посажены давно Если хотя бы Поливать раз Несколько дней Но обильно В такую погоду Все прекрасно растет И на автополив На самом деле Стоит тратиться Только в ситуации газона Но здесь есть газон А нет автополива Потому что Маленькие участки Это не нужно Здесь постоянно Живут люди Они могут выйти Бросить эту поливалку И уйти Это займет 5 минут То есть Ну вот нет такой опасности Если мы возводим Подпорную стенку На ней сажаем Большое количество Деревьев Кустов Растений Которые В перспективе Через несколько лет Занимают Всю эту площадь И съедают Наверное Весь тот грунт Который изначально Мылом положен Они Они Равно как Его съедают Так и У них отмирают корешки Падают листья И хвоя И все это Добавляет Эту грунту Питатель То есть Идет естественный Процесс биоциноза Но он никуда не девается Они не в горшках сидят Более того У вас они будут Постоянно чем-то пожраны И постоянно будут Какие-то грибковые Бактериальные заболевания И к этому Надо быть готовым Если вы не хотите Постоянно бегать В саду С опрыскивателями С пестицидами Здесь никакие пестициды Не используются Здесь и удобрения Не используются Здесь была заложена Смесь И все Это растение нашей флоры Это прекрасное лесное растение Но в садах Она превращается В трифида Который жрет все Прекрасно Я предлагаю еще Пройтись по саду И посмотреть Помимо того Как живут травянистые Многолетники Там еще посажены И хвойные И кусты И даже здесь магнолия Которая живет уже два года Жалко, что не цветущая Ну давай хотя бы Удивим Магнолии на северо-западе На Карельском перешейке Мне кажется Даже не цветущая магнолия Это уже повод Для того, чтобы поговорить Ну вот здесь например Сейчас растет Купленная в Европланте Рябина Ольхолисная Redbird И я бы хотел попросить Здесь Один из забавных моментов Дело в том, что часто У деревьев Особенно выращенных в контейнерах Бывает проблема Когда Корни идут вдоль стенки контейнера И закручиваются И потом наступает удушение Вот здесь виден корень Который пошел в таком направлении Мы при посадке Его немножко отогнули Отодвинули Но вот сейчас я В принципе он сейчас не задушит дерево И в ближайшие лет 30 не задушит Но возможно его все равно надо будет удалить А это Рябина Ольхолисная Redbird Узкоколоновидная форма Посажена весной 2019 года Достигает метров 6-8 высотой Осенью красивые красные ягодки Но в этом году она похоже решила обойтись без ягод Но вырасти побольше Ну судя по всему да Ей уже в горшочке было тесно Раз у нее уже Ну это классика Закрытая корневая система Контейнер Приходится фактически делать ВКС Потому что Здесь тоже была зарытая корневая шейка Здесь тоже все это было раскопано Ну вот так вот это было А теперь мы идем к Магнолии Вот собственно говоря Магнолия Лобнера По-моему Леонард Мессель На фоне Горца изменчивого Ну вот здесь и немножко Многовато солнца Хотя в принципе Магнолий любит солнце Любит тепло И здесь она растет И в общем-то Я ее посадил в том же году у себя Это подожди Это было Да, по-моему это весна 19-го года И вот Она уже выше человеческого роста То есть даже в принципе Я не вижу никаких признаков того Что что-то где-то обмерзало Это гибрид Магнолии звездчатой И Магнолии Кобус Это самые пожалуй Два устойчивых Магнолии Магнолии И она возможно даже цвела Не знаешь Ну по цветочной почке Она снова заложила Я думаю она должна цвести Если почки не были повреждены И намород Пожалуйста Вот это похоже Цветочная почка Ну вот у нее Она немножко хлорозит И немножко жарко Вот цветочек Вот Это плоды кстати Это плоды Это плоды Магнолии Они очень необычной формы Так что тут еще Скоро сеянцы могут появиться Прекрасно И так Репортаж из эпицентра цветника Здесь неожиданно обнаружил Что здесь все-таки Есть техническая дорожка Ну разумеется Как без нее При таком объеме И площади Вот да Здесь уже Видно что сосна Банкса Вот эта веточка Немножко лысенькая В принципе растет Разрастается Набирает плотность Приросты у нее В принципе достигают Ну 20-30 сантиметров Но при таких темпах роста Она достигнет размера 6-8 метров Я думаю Еще не скоро Потому что здесь полное солнце И соответственно Если есть полное солнце То сосна Растет скорее в ширину Нежели В высоту Вот Здесь была задача Вот зиму Поскольку люди живут круглый год Здесь были посажены Три сосны Которые Будут прикрывать От деятельности соседей И видно что на соседнем участке Уже началась стройка Следующий этап Это вот сезонная динамика На заднем плане Веяние Карл Форстер Вот эти вот прекрасные колоски Которые здесь кстати довольно Они не очень высокие Они достигают большей высоты В принципе они могут быть до 2 метров Опять же если регулярно поливать И удобрять Здесь этого нету Да Здесь они достигают высоты Ну сантиметров 150-160 Но при этом они все равно создают стену Поскольку они подняты практически на 1 метр Относительно уровня земли И на сантиметров 60 Относительно уровня пола дома То есть со стороны дома Здесь такая легкая заросль Которая переключает на себя внимание Летом это феерия красок Зимой это сосны Которые видны на фоне Кстати заката Однажды я здесь Был вечером в октябре И я как раз увидел Как вот это вот все просвечивает Это именно та картина Которая я хотел добиться И мне это удалось Это было очень приятно То есть даже запроектировано было то Как будет выглядеть закат Сквозь эти замечательные сосны Да ночной вид Да ночной вид Потому что солнце у нас низкое Оно светится сквозь это Веник на низком зимнем солнце Искрится И это красиво Это реально Ну создает какое-то ощущение того Что здесь двор не Такой маленький Как он есть на самом деле Сосны дают гораздо более природный ландшафт Они прекрасно смотрятся С этими разноотравьем Мне кажется что Ну туя бы здесь смотрелось Ну немножечко так претензиозно Причем у сосны банкса Есть особенность очень определенная Она долго не сбрасывает нижние ветки Они образуют юбку Кое-где эта юбка перегораживает Уже эту техническую дорожку Летом она мешает многолитникам Но зимой она работает То есть у нее ветки начинают расти в длину То есть она в итоге Через какое-то время Становится сопоставимо По длине По высоте И по диаметру В принципе здесь уже почти такой момент Уже недалек Ну вот видно по тому дереву Что да По диаметру оно Ну высота наверное полтора Может быть два диаметра Не больше Ну то есть как мне показалось Что вот Да вот кстати Ветка которая перегораживает дорогу Надо пора уже резать Зачем? Ты считаешь что нет? Нет Пусть растет Ну да Какие-то многолетники Прямо под этой веткой Будут себя хуже чувствовать Но это не скажется на общем объеме Но кто же сказал Что вообще В природном саду Или в имитации природы Оно все должно Не должно друг другу мешать Вот там кстати Крова хлебка посеялась Ну и потом Как-то правильно заметил Это же работает Не только летом Это работают И в какие-то Периоды Менее декоративные Когда травы Собственно еще не выросли Или их уже обрезали Да А вот собственно На этом склоне Будут лежать Вот эти вот красивые Длинные ветви Да Да Причем Именно это Ценное свойство Сосны Банкса Потому что Она как-то вот умудряется Сохранять свой объем Довольно долго Сосна обыкновенная Даже на открытом месте Она все-таки Начнет подниматься Да Она будет расширяться Да У нее будет пышная крона Но она все равно Будет Подниматься А эти Вверх Не очень торопятся Подниматься Вот там кстати Еще один Душевик Котовниковый Посеялся И В общем Это нормально Тут уже жизнь кипит Хорошо когда сеется культура А не сныться Ну сныть просто нужно не допустить Для этого у нас есть гербицина Изменю И подготовка почвы Главное чтобы этого не было Здесь даже есть пырей Но его здесь настолько немного Ему здесь не развернуться А вот сныть бы я думаю Здесь бы развернулась Все Давай выбираться И пройдем дальше Да Давай Вот это дерево Которое было посажено В Восемнадцатом году Осенью Это ольха черная Сорт империалис Очень интересная У нее форма листа Вот такая мелкоразрезная Ну вот я говорю Это последнее О чем я подумал И за счет этого Создается очень такая Воздушность Ажурность кроны Я бы даже сказал Что по своей форме роста Она больше всего Напоминает то Как растут Крупные Тропические бамбуки Которые у нас В принципе невозможны Действительно очень красивое Изящное дерево Зимой конечно Она сбрасывает листья Но летом Она сохраняет прозрачность Ажурность Что мне кажется Важным В небольшом саду Чтобы не было Очень больших Темных Массивных объемов Кроме всего прочего Благодаря Тому как она сформирована У нее довольно долго Остаются ветки И вот Дерево высотой метров пять До сих пор Лиственно Во всю высоту ствола Слушай Ну это не является Каким-то балноводством Экзотикой Потому что выглядит конечно Она очень необычная Ольха черная Ольха черная Вид нашей флоры Ну понятно что сорт Выведен не у нас Ну понятно У альхи серой Тоже есть сорт Лаценеата С таким же листом То есть это прекрасно Зимует Вообще без проблем Можно посмотреть Что здесь нет Ни одной обмерзшей веточки Вообще Несмотря на то Что зимой было Ниже тридцати И я так понимаю Что у нее нет Какого-то агрессивного роста То есть не будет Огромное деревище Двадцатиметровое Ну возможно будет Но это будет Очень не скоро Потому что годовые приросты Даже Небольшие Ну полметра максимум Пять метров Через десять лет Ну будет она Метров восемь Через десять лет В лучшем случае Ну вот я думаю Нашим зрителям Будет интересно Посмотреть На какое-то новое Такое дерево Достаточно для наших садов В Европланте Были прекрасные растения Да И в прошлом году Привозились сорта Пистролистные Очень интересные Ну вот это редкость Да У альхи довольно много Сортов В том числе Вариегатные С красноватым Оттенком листьев Разрезные Просто их обычно Никто не знает Плюс еще репутация Ольхи как дерево Ну зачем нам ольху Да Репутацию ольхи Так себе очень Когда мы обсуждали Это дерево здесь Было то же самое Пока я не показал фотографии Как оно крупно выглядит После этого вопрос Потому что ассоциация С ольхой Это обычное Лесное Считающееся Мусорным Недолговечным дерево Хотя на мой взгляд Ольха очень красиво В том числе и зимой Благодаря красноватому Оттенку молодых веток И шишечкам Да Шишечки, сережечки И вот на фоне темных елей Какой-то ноябрьский Январьский день Холодный серый Вот эта вот зелень Елок И красновато-коричневый Оттенок ольхи Выглядит очень хорошо И немножко развеивает Обычную нашу зимнюю А тут тоже будут Депрессии Сережечки Со временем я надеюсь Да Но пока нет А может быть и стерильный сорт Я пока ничего не вижу Ну я так понимаю Что никакого ухода Он у хозяев Ну может поливают Когда жарко и сухо Он растет в газоне С небольшим приствольным кругом Все прекрасно живет И газон кстати Под ним тоже все хорошо чувствует Да Что тоже немаловажно То есть это тоже было Контейнерное растение Да А нет Это было в аэропоте как раз Вот то самое С дырками Которые растают Так из каких Куплено это в нашем В каком-то из садовых центров В Ленобласти Но при этом Оно выращено Какой-то из российских питомников Это я точно помню Вот так вот Ладно Пошли дальше посмотрим Там есть у нас Интересная уходная история Мне кажется Да Здесь история о том Как Посадка Август Восемнадцатого года Здесь посажены Дерен белый Сорт Батон Руж У которого Наверное Самые яркие Среди деренов белых Стволики Побеги Зимой Сейчас этого не скажешь Но потом он будет Такой Насыщенно красный Намного ярче чем Сибирик и сибириковый регат А вот так Ярче только сорта Дерена Кровавого красного Который менее стабильный Который отличается Совсем иным габитусом Далее Ива Пурпурная Нано Которая явно Давно не стриглась Да Вот это вот Нано конечно Уже Да И вот Туя Западная Этот вот Замечательный сорт Мистер Боулинг Болл Который Хоть и называется Что Шар Шар Утопленный Я бы хотел бы Сосредоточиться Пока мы здесь стоим На все таки наиве Потому что Не всем очевидно Что ива С названием Нано Вырастет Вот ну Совсем не нано И вот В данной Кондиции Хотелось бы Вот Поскольку мы рассказываем Все таки Про малоуходности И все таки Уход через три года После посадки Что делаешь С такой ивищей То огромный Я думаю Что просто аккуратно Ее обстричь в шарик Или в ту форму Которая будет Желаема И все так Чтобы она не давила На растения Которые растут Около нее Возможно Я бы пересадил Если это не нравится Однозначно Ну понятно Да Она будет лысить С той стороны Если уже нет Ну нет Еще нет Ива В принципе Ива легко Стрижется Она переносит Стрижку Единственное Что я бы конечно Это оставил до весны Наверное Сейчас Мне кажется Она будет просто Ну и достаточно низко Надо стричь Она будет некрасивым Таким Ежиком Испортить немножечко Да Сейчас это выглядит лучше Чем это и после стрижки А если весной Кроме того Кроме всего прочего Скорее всего Из-за сильной обрезки Будет достаточно большая Потеря пластических веществ Которые дерево сохраняет В побегах И которые очень важны Будут весной И не факт Что она хорошо перенесет зиму Потому что будет большой стресс Случай этой весной Ведь ну скажи А если мы не хотим встречь его Можем мы Вот один Боулингбол Отсюда пересадить Тут надо все пересаживать Тут надо дерены Сзади будет выдвигать Которые несчастные То есть все равно Да Да и его надо стричь Ну вот нано Она ты ростом сколько 190 Ну вот она в принципе С тебя уже 190 Ну и как часто Это требуется Я думаю что раз в год Я думаю что раз в год Раз в год все равно Ну вот посмотри Какие у нее приросты Надо не мучить украшать 40 см Да прирост очень приличный Вот я смотрю И конечно надо стричь Ну и такая же история Вот с этим барбарисом На которую она легла То есть барбарис тоже Пора спасать Ну да Я думаю да Хотя барбарис по-моему Там близко Совсем под нее не заходит Он чуть-чуть ближе К этому краю Ну в общем-то да Ну пойдем тогда дальше Пройдем Ты нам расскажешь И про поводу ели И еще там есть Интересные растения Которые тоже довольно Прилично таки разрослись Пахизандра Верхушечная Видовая Вот здесь очень интересно Когда мы сажали Когда-то была тропинка Да Здесь она сохраняется Потому что там находится Септик Который нужно обслуживать И на заднем плане И вагревшейм И сосногорная Мне кажется что пумилио Но на самом деле Пумилио и мугус Это семенные линии Поэтому принципиально Как-то вот разницы особой нет Пахизандра сажалась На расстоянии Ну сантиметров 30 Вот за три года И она растет достаточно медленно За три года Она не просто образовала Ковер В конце 18-го года Да, считай Почти 4 Но и влезла в можжевельник В один, в другой И это выглядит довольно забавно Также там среди сосен Флок шиловидный Сосны были вот буквально небольшие И сажались на расстоянии 80-100 сантиметров Но в итоге Они уже практически Сомкнулись И я думаю Что теперь надо будет Каждый год Их немножко подстригать Чтобы этот коврик Был более равномерным Потому что А что-нибудь с пахизандрой Нужно делать В таком состоянии В каком она сейчас есть Не знаю Я думаю что она Мне кажется что она Немножко хлорозит Возможно Вот так То есть она должна быть Более темного цвета Возможно Немножко подгорело на солнце Возможно И не хватало влаги А может быть Что-нибудь с составом почвы Ну то есть Прореживать ее Не нужно Нет Постригать тоже Вот здесь видно Очень хорошо Что вот здесь лезет Осот Пырей Иван-чай Манжетка посеялась В принципе Посихоньку Если эти сорняки Убирать Этот ковер Будет плотнить И плотнить Там еще линянка Ну к сожалению Сорняки неизбежны Слава богу Что здесь нет сныти Ну пока что В общем Только полоть Возможно да Подрезать можжевельники Нужно Я думаю Со стороны сосен Уже можно А со стороны пахизандры А пусть они растут вместе То есть им В принципе нормально Пока да Я думаю Еще следующие 4 года Они переживут Можжевельники Конечно Потом увеличатся В том что Грей Оу Это 2 метра диаметром А то и до 6 метров диаметром И 2 метра высоты Понятно Что это далеко не сразу Но со временем Конечно Это все вырастет Но опять же Его можно подравнивать Подстригать Здесь вот что интересно Это Бузульник Легулярия сфероцефала The Rocket Бузульник сорта ракет У него очень толстый лист Несмотря на то Что его едят улитки Они его полностью Не повреждают Так как с другими Видами и сортами Бузульника Лист очень плотный Они подъедают чуть-чуть Но ему его не съесть И далее здесь растет Можжевельник обыкновенный Хорсман Лакучая форма Здесь она подвязана К палке Чтобы он все-таки Вот этот вот Крона была Более высокой Чтобы он достиг Какой-то высоты Хотя бы метров Два-три И да Конечно Он растет под коньком крыши Но я думаю Что до конька крыши Он не достигнет Через 10 лет Но если его Как бы собственно Не тянуть туда Да Но я все равно Хочу его подтянуть Здесь он сидит В полутени То есть весной Он оказывается Практически защищенным От самого горячего Южного солнца Поэтому не горит Часто можжевельники Обыкновенные горят А что ты думаешь По поводу того Что вероятно Хозяйка впала в искушение Оставить Красивый цветущий кипрей Иван-чай здесь Ну я ей уже объяснил Почему его не надо оставлять Мы согласились его убрать Все-таки Мы согласовали его убрать Да Потому что Иван-чай Имеет корневище И он будет заполонять Эту территорию Пока он здесь скромен Но если его не убирать И не корректировать Здесь будет все забито Но этот участок Еще не сделан Он просто так оставлен Будет сделан когда-нибудь Я бы хотел показать Ну иван-чай просто надо убирать Из цветника Я хотел бы просто На этом немножечко И сделать небольшой акцент Иван-чай Корневищное растение Достаточно быстро распространяюще Это вид нашей флоры Поэтому он довольно устойчив В наших условиях У него есть довольно красивые Отборы и сорта Белые, бледно-розовые Какие-то аметистового цвета Его очень любят насекомые Пылители Как сейчас видно Но во-первых Он довольно дает много семян А во-вторых Он действительно расползается С корневищами И у него длинные столы Но если его не убирать Он просто заполонит Весь цветник Особенно если там не будет Растений Которые сумеют ему противостоять Иван-чай Категорически нет Либо это где-то Отдельное растение Отдельным пятном Которое растет Отдельно от цветника Потому что Я думаю Что даже ограничители В почве Его особо не остановят Вот так Ясно Пойдем дальше Здесь еще Я хотел показать Яблоня Моя любимая Плакучая яблоня Которая была Когда-то подвязана К веточке Но потом Видимо Эту подвязку сняли Это вот Финский сорт Хювингензис Который Имеет зонтичную крону Благодаря пластичности Ее можно поднимать На любую высоту Ее можно отпустить так И тогда это будет Шатер до земли Причем до земли Это будет уже через год А можно поднять Я честно говоря Хотел бы Вот эту вот Большую ветку убрать Или попытаться Ее привязать к палке И сделать ее Все-таки повыше Потому что Она красива Когда этот шатер Этот шатер красив Когда он большой Сейчас это будет Просто сток сена Но он немножечко Тоже в обрезке Нуждаются Конечно Ну Да Такие яблоня Нуждаются В формовке Обрезки Подтягивания Побегов К какой-то опоре Поднятие этого Побега на высоту На мой взгляд Я бы метр четыре взял И потом уже отпустил И вот к вопросу О том Что видите В этом саду Не используются Никакие пестициды Какие-то насекомые Вредители Все-таки налетают Немножко листья портят Но Хотел обратить внимание Никаких катастроф Не происходит Яблочки Да Вот может быть Немножко с паршой Но тем не менее У нее очень вкусные Сладкие яблоки Она вкуснейшая У нее Яблоки Со вкусом Такие кисло-сладкие Вот знаешь Коричная полосатая Вот что-то такое По внешнему виду Они еще вкусные Из минусов Она не держит Эти яблоки Всю зиму То есть Это надо будет съесть Или они опадут И достаточно рано Сбрасывает листья Но То есть Она не будет Декоративна зимой Кроме как формой кроны Но при этом Она очень вкусная Она безумно красиво цветет Она просто вот Белые яблоневые Крупные цветы В огромном количестве Она вся Вот как белый холм И соответственно Ее можно кушать И сама форма крона Интересная Ну вот скажи А здесь еще посажено У нас в ножках Это яблони Гревшейм И мне кажется Они немножко С этой яблоней Вдвоем запутались И что? Это было так задумано Ну теоретически В этом нет ничего страшного То что они запутываются Кто сказал Что они обязательно Должны четко отделены Будь друг от друга То есть Яблоня Формировать высокий штамп Выбирать ветки Ну со временем Да Но они запутались И что? Ну в природе Как это растет? То есть в принципе Или обязательно нужно Чтобы там было Тютелька-тютельку Чтоб там Здесь никакой Я не вижу в этом Никакой проблемы Мне как раз нравится Когда растения проникают Вот таким образом Друг в друга И это все Создает какие-то Новые картины Они просто Как будто растения Садового центра Составили И сфотографировали Я не вижу в этом Никаких проблем И то и другое Можно обрезать И то и другое Можно сформировать Но в принципе Ну представьте Ранней весной Когда цветет грифшейм Цветет яблоня Все это переплетается Цветы разных форм По-моему это хорошо Так Здесь была головчатка Ягантская Которая засеяла Соседский газон Как выяснилось Это растение Которое я очень люблю Которое Вид нашей флоры Мы его посмотрим На другом участке Вид происходит с Кавказа Достигает высоты Трех метров Практически нигде не продается Я ее заказываю То из Бельгии То из Голландии В горшках по 9 Весной или летом Но вот тем менее Как выяснилось Она может быть сорняком Неожиданно Стартанула через забор Она вылетела через дырки В забор И засеяла газон соседям Если я бы хотел Здесь еще показать Несколько растений Далее Мой любимый Дерен кисельринга Который обычно Почему-то растет вертикально Но здесь он решил Раскинуться В разные стороны У него Во-первых Такой очень благородный цвет Листьев Вот То есть Вот такой легкий Пурпурный оттенок И мне честно говоря И вот смотрите Как он снизу Как он синий Почти со зеленой И при этом У него практически Очень темные Насыщенные Темно-пурпурные ветви Очень эффектно На фоне этого забора Оно должно смотреться Зимой шикарно Он тоже в забор в лес Причем И он тоже нуждается В стрижке Да Почему он по-моему Уже начал давать Вот У него такое ощущение Что он уже тоже Начал ползать Вот Ну и последнее растение Которое я хотел бы вам показать А вот это Сорт ели Обыкновенный Rottenhaus Немецкий сорт Судя по названию Это ель С узкой формой Кроны Она сажалась Как Новогодняя И за эти С 18 года За эти годы Но вот приросты В принципе Не очень большие И что-то там Кто-то ее покушал верхушку Но это часто бывает К сожалению Там прилетают Съедают И улетают Немножко ограничит Ее естественный рост Но с другой стороны Вот это годовой прирост Он небольшой Неплотная структура Кроны И я думаю Что она будет Постепенно увеличиваться Но никогда Ну вот это елочек Все понятно Что за ней Не нужна никакая Ни стрижка Ничего Она собственно Ну конечно Когда-то она будет Метров 10 Но это будет Через 20 30 То есть мы видим Опять же таки Через 3-4 года Что случается С подобной елочкой Абсолютно Ничего страшного Да Она была По-моему Высотой Где-то Приблизительно Такой Вот прирост За 3-4 года Прекрасно Да Потому что многие Напуганы Агрессивным ростом Елок В том числе Даже сортовых Вот А вот такая елочка Собственно Не страшна Просто Вот ель сербская Вот мы сейчас Ее отсюда видим Она Тоже В принципе Довольно Небольшая Хотя там Приросты даже больше Ну да Там Из-за того Что она Извилистая Помнишь Мы же снимали ролик Про кривые елки Да Вот это Вот из этих Кривых елок Вить Ну спасибо тебе Замечательную экскурсию Мне кажется Что вот Цель Нашей прогулки Достигнута Потому что Мне хотелось Чтобы люди посмотрели Во что превращается Вот ландшафтный сад Спустя несколько лет Без участия Ландшафтного дизайнера Потому что Я думаю Что у тебя были Такие ситуации Когда люди говорят На кого же вы нас покинули Вот И боятся Что без присмотра Специалиста Через несколько лет Все Эта карета Превратится В какую-то тыкву А вот нет Специалиста Да Потому что Мы регулярно созванивались Я всегда отвечал На вопросы Ну консультировались Конечно Без этого никак Ты не можешь быть Специалистом Во всех областях И Тем не менее Вот смотри Мне кажется Хозяев Замечательно Справились У них Да Не произошло Каких-то колоссальных Выпадов Мне кажется Что это не везение А в этом может И заключается Профессионализм Ландшафтного дизайнера Сделать так Чтобы после его ухода Все это продолжало Жить Разрастаться И радовать хозяев А не бегать С лейкой С удобрениями С тяпками Вполне наверное Естественно Когда ты занимаешься Загородной жизнью Когда ты видишь Что тебе делают Сад Из растений А не из газона С туями По периметру То наверное Становится интересно В противном случае Они просто не будут Это заказывать Не будут этого просить То есть не будет Такой работы Будет что-то другое А это уже обычно бывает Не очень интересно Мне Ведь спасибо тебе огромное За этот рассказ Я надеюсь Наши зрители поняли Что для того Чтобы у них был Гармоничный сад Надо не только Пригласить хорошего Специалиста Но и самим Всегда не забывать О том что Они хозяева И они в ответе За тех Кого приручили А это Их питомцы Их растения И они все равно Требуют внимания Ухода И тогда Ваш сад Вас будет радовать На протяжении Многих лет И выглядит так же Прекрасно Как когда Его собственно И уже и сделали На этом все Мы с вами прощаемся С вами был канал Европлант Ландшафтный дизайн Виктор Тропченко И я Андрей Смирнов Всего доброго Спасибо Всего доброго До свидания Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»